Здравствуйте! Хочу сегодня предложить вашему вниманию вот такое вот колечко. Как-то оно мне придумалось на одном дыхании. Такое оно легенькое, нежное, напоминает чем-то мне незабудку. Ну, давайте я вам расскажу, из чего оно сделано, и мы с вами вместе его сделаем. Делается оно не очень сложно, но немножко нужно, может быть, внимание и терпение. Вот. Плела я на леске 0,18 мм. Лесочка тоненькая, и плела я специально на такой тоненькой, потому что по вот этим вот бисеринкам пришлось проходить несколько раз, и чтобы лишнего не было утолщения в дырочках, вот такую тонкую леску я брала. Потом, значит, вот эта вот жемчужинка искусственная, ее размер 7 мм. Вот эти вот биконусы, такие небольшие, 3 мм. И, значит, чешский бисер, вот его номер 59-115, вот такой вот он бронзовый. Вот. Ну, вот смотрится он очень-то, в общем-то, неплохо. Хотя, конечно, цвет не очень ровный, а перепады есть от темного до такого золотого, и приходилось немножко как бы выбирать. Вот. Ну, мы с вами сделаем сегодня из другого бисера. Вот такой вот у меня есть серый с небольшим отливчиком, очень симпатичный. Вот его номер, если кому-то понравится, смотрите, 44-020. Вот. Ну, и так давайте приступим. Смотрите, на ниточку я набрала 18 бисериночек. Вот. Мы подводим их к концу. Может быть, потому что леска будет не очень хорошо ее видно. Она очень тонкая. Вот. Ну, я буду свои движения проговаривать. И с обратной стороны мы проходим по этим же всем бисеринам, чтобы сделать колечко. Может, за один раз не получится, но... Вот. Все 18 бисериночек мы прошли. И так подтягиваем, чтобы сделать нам колечко. Даже я плохо вижу. Леска очень тонкая. Ага, вот. Второй конец. Вот так мы прошли. Сделали колечко. Или еще не сделали. Ага. Не дошла, видите. Не увидела, где тут... До какого места доходить надо. Две нитки, короче, должны собраться в одном месте. Вот. Смотрите. Они выходят из одного места практически. Так. И здесь мы завязываем узелочек небольшой. Здесь мы разбираем. так мы немножечко мы от узелочка давайте на одета на 3 на 4 там на сколько-нибудь бисерина чак уйдем так дальше дальше мы смотрите что с вами делаем набираем 5 бисерин 1 2 3 4 5 вот смотрите ниточка вот сюда выходит влево а мы с правой стороны вот в эти три бисеринки которые перед тем где вышла ниточка смотрите вот видите заходим сюда и в следующие три бисерины то есть мы сразу проходим смотрите 6 бисериночек а наша ниточка должна быть посерединке то есть она после трех и следующие три и подтягиваем и вот у нас такое ушко получилось теперь мы набираем 4 бисерин очки и так уже вот до почти до самого конца будем набирать по 4 бисеринки у нас получится 6 таких ушек вообще когда мы вставляем какой-то такой в серединку камушек то ну или вообще в оплетку нужно набирать и такое число бисерин четное которое делится на 2 ну а в лучшем случае на 3 а есть такое какое-нибудь число чтобы она делилась допустим от 20 она делится и на 2 и на 4 и на 5 так вот смотрите и когда мы набрали 4 бисерин очки мы заходим смотрите вот в эту бисеринку которая от первого ушка вот эту и в три которые перед ниткой и в следующие три которые после нитки опять мы заходим 6 бисерин очки вот так надеваем второе ушко так теперь мы набираем опять 4 бисеринки и опять проходим в первую бисерин очку от нашего ушка в три последующие перед ниткой и в три после нитки вот у нас получается вот такое вот оплёточка вот такая набираем еще четыре и делаем то же самое последняя бисеринка из ушка три и еще три если у вас не получается сразу 6 бисерин набрать то можно набрать три а потом еще раз три сразу чтоб на одну иголку так не на не натягивать то есть за два раза и осталось нам два ушка последних прицепить раз два три четыре последняя бисерин очка три ну давайте за два раза сделаем прошли в три и проходим следующие три а здесь смотрите здесь у нас это последняя наша будет ушка у него одна общая бисеринка есть здесь и здесь то есть мы проходим вот в последние три выходим в первую бисеринку нашего левого ушка поднимаемся и набираем уже не 4 а набираем всего лишь три бисерины потому что смотрите у нас есть одна общая бисерина вторая общая бисерина а всего ведь каком и считали у нас их 5 то есть раз два три и заходим вот в это последнее ушко и по вот этим трем бисерин очкам проходим вот сюда все это дело хорошенечко подтягиваем выходим вот наша ниточка вышла из нашего колечка выходим вот сюда так давайте мы обрежем значит в идеале вы вот эту нитку можете обрезать когда вам захочется можете обрезать ее сразу можете немножко провязать и потом обрезать потому что когда колечко маленькое вы за нее держитесь но сейчас она мне стала мешать и я ее хочу обрезать так вот она есть тут вы ее обрезаете и подпаливаете зажигалочкой аккуратненько а так вот теперь давайте мы то я уже сюда прошла ну давайте мы сделаем так вот из вышли мы смотрите в нашем ушки мы вышли вот сюда вот в среднюю бисеринку вот набираем мы две бисерин очки и заходим иголочкой в среднюю бисеринку из следующего нашего ушка вот вот сюда вот так нас она немножечко и стянется вот у нас что получается видите между нашими ушками получается стоит вот вот эти вот две бисерин очки вот они и когда ставим нашу бусинку она будет лучше смотреться чем сейчас сейчас у нас немножко все разболтано но и мы таким образом соединяем каждую центральную бусинку из ушка двумя бисеринами то есть вышли и отсюда из центральной бусиночки заходим вот сюда между ними одеваем 2 бисеринки так одеваем опять 2 то есть раз у нас шесть ушек мы эту операцию делаем шесть раз так и что мы смотрим у нас вот тут уже одеты наши две бисеринки вот наша последняя бисерин очка которую надо соединить и вот мы одеваем две последние бисерин очки проходим вот в эту нашу центральную и давайте мы с вами сейчас пришьем нашу бусинку то есть мы должны подняться вот в это колечко вот в это колечко то есть нет вот в это колечко то я вам низ показала вот сюда мы вставлять будем сейчас нашу мы вот как у нас стоит нитка мы повод этим двум бисеринкам поднимаемся наверх давайте немножечко пройдем вперед у так так как мы знаем что мы набрали 18 бисерин то значит смотрите с каждой стороны должно остаться по 9 бисерин 9 и 9 отсчитываем раз два три 4 5 6 7 8 9 вот это бисерин очка наша куда мы будем вставлять нашу бусиночку смотрите наша нитка леска выходит сюда в правую сторону значит мы должны зайти иголкой вот в эту девятую бисерин очку с левой стороны вот так то есть здесь нитка выходит вправо мы сделаем заходим слева это же наша нитка будет выходить вправо но предварительно мы должны были одеть нашу бусинку мы одеваем нашу бусинку и заходим слева направо вот в эту бусину бисерин очку так теперь смотрите выходит наша ниточка отсюда мы заходим опять нашу бисерин очку у нас она здесь видите получается обнимает вот эти две ниточки они обнимают вот эту вот бисерин очку с двух сторон и наша бусиночка будет сидеть равномерно вот ну и так как я знаю что наша нитка сюда выходила направо то мы в эту же бусинку бисерин очку которая 9 у нас мы за должны зайти с другой стороны то есть заходим с левой стороны вот сюда и тоже она получается у нас с двух сторон это бисерин очка будет охвачена ниточкой ну и вот мы вставили наш камушек давайте немножечко пройдем вперед от нашего соединения чтобы можно даже пойти по кругу вот так вот давайте пройдемся хорошенечко по кругу подтянем чтобы не было видно место где мы пришивали наши нашу бусиночку так по кругу пройдем вот ну и сейчас будем пришивать наши биконусы смотрите биконусы мы будем пришивать между вот этой и вот этой бисеринкой вот смотрите мы набирали с вами вот это наша ушка которая мы набирали которая из пяти бисерин состоит вот 2 и 2 но еще таким образом нам нужно сделать чтобы нитка выходила при пришите биконуса вверх то есть мы смотрите что делаем мы заходим в наше вот первая бисеринка катушка заходим в соседние вот сюда ушка получается и вот то место где мы будем пришивать наш биконус что вышла нитка вот сюда вверх видите одеваем биконус и теперь проходим вот сюда вот вот так и заходим уже соседние получается вторую от нашего ушка 2 бисеринка вот она мы заходим вот сюда одеваем следующий биконус биконус и а здесь мы получается вот так вот вниз уже идем так заходим этот наше следующее ушко вот она вот наша бисерина между которыми мы будем пришивать наш биконус биконус и биконус и так смотрим вот она вот это наша бисеринка вот так переходим в соседнюю так так ну и остался последний наш биконусик а еще мы не прошли в соседнюю так заходим сюда одеваем наш последний биконус и опускаемся вниз теперь мы наверно с вами вот что сделаем мы сейчас пройдем вот в это колечко немножечко его стянем потому что оно какое-то стало у нас разболтанное мы давайте вот так прямо по ходу пойдем я на этом колечке сделала вот здесь смотрите я закрыла вот это вот отверстие но хочу сказать что мы сейчас этого делать не будем потому что кольцо стало немножко топорщится не прилегает к пальцу вот поэтому мы сейчас просто вот здесь вот стянем хорошенечко так пройдем сейчас только по тем двум бисеринкам которые то есть мы набирали смотрите я прохожу беру каждую из двух а ту которая была центральная что мы ее из нее у нас выходили эти бисеринки мы ее пропускаем и у нас будет хорошее затянутое колечко и не нужно нам будет ничего здесь закрывать вот смотрите как прекрасно все получается так ну и давайте еще раз последний раз пройдем и будем плести оплёточку нашу значит для того чтобы плести оплёточку я плела ее смотрите вот на вот эти бисерин очки которые между вот из которых мы пришивали наш биконус значит что мы делаем значит наше направление наших нашего вот этого вот этой дужки пойдет вниз поэтому смотрите я выхожу вверх прохожу отсюда через биконус как мы его прошивали выхожу вот в эту бисерин очку и набираю 8 бисерин 1 2 3 4 5 6 7 8 набираю смотрите ниточка выходит вот сюда вниз я захожу вот сюда вверх вот в эту бисерину это все вокруг биконуса мы прыгаем прохожу через биконус опять и и выхожу вот сюда на вот в эти 1 2 значит 1 2 3 4 и 5 бисерина получается и вот смотрите мы набрали 8 а это та последняя которая 5 это та которая возле биконуса у нас была ну и дальше мы плетем просто-напросто жгут жгут дебили на 2 бисерины все просто все в этом и сто раз проходили то есть мы набираем 2 бисерины заходим сюда заходим вот сюда и плетем ну где-то до середины нашей душки ну можно промерять периодически я вам немножко покажу уже не буду я на этом я думаю вы все умеете плести жгут дебили на 2 бисериночки смотрите мы проходим опять вот сюда и выходим вот сюда вот так ну давайте вы проплетете до серединки мы с вами встретимся ну вот смотрите я связала какую-то часть может половина может быть чуть больше даже получилось и тут у меня такое пришло время как бы и нитки кончится поэтому смотрите как я закрепляю нитку я вот здесь подхожу под серединочку и завязывая узелочек теперь я прохожу немножечко по нашему ободочку выхожу здесь обратной ну из внутренней стороны нашего ободочка еще раз под хожу под ниточку по центру и завязываю тут два-три узелочка как уже получится и и тут уже нитку эту мы обрезаем подпаливаем вот хорошенечко я подтянула вот я обрезаю ее но вы под палите так дальше теперь мы делаем вот оно и хорошо не нужно длинной ниткой с собой тягаться мы вот здесь вот наш беконус смотрите один а вот напротив него мы вот отсюда будем выпускать второе ушко что мы делаем мы вот здесь где-нибудь с под низу под ниточку вот так сейчас я постараюсь пройти аккуратно чтоб это было вот так ниточка которая на между нашими бисеринками находится мы ее оставляем вот так сверху а сами с под низу проходим подтягиваем и завязываем узелочек вот так смотрите мы доставляем здесь нитку чтобы нам не надо было с одной ну не знаем откуда привык вязать с одной нитки я в процессе плетения всегда доставляя несколько раз нитку для меня это не составляет труда вот зато не нужно с собой тягать эту нитку она не кошлатится не путается потому что длинная нитка всегда превращается во время плетения в мочалку вот так здесь мы обрезаем ненужный хвостик и делаем то же самое что с той стороны смотрите вот наш беконус из которого мы будем вязать мы выходим вот в эту бисеринку из которой мы в свое время выпускали беконус так проходим через беконус так ниточку подтянем чуть-чуть опускаемся в ту бисеринку из которой будем вязать нашу вторую часть ушка и набираем 8 бисерин как и на той стороне 1 2 3 4 5 6 7 8 набрали 8 и смотрите заходим опять мы в эту же бисерину из которой мы начали все это дело выплясывать проходим опять через биконус и опускаемся как и в прошлый раз смотрите 1 2 3 4 5 через 5 бисерин то есть 4 мы набрали 5 у нас была 1 2 3 4 и 5 вот так и опять начинаем здесь вязать наш жгут на дебиле вот такое у нас получается изделие видите симпатичная так набираем по 2 бисерин очки и через две отсюда выходим ну вот смотрите я довязала до нужного мне размера я так проверяю смотрю что у меня сходятся мои половиночки и мы тут просто-напросто берем смотрите у нас вот соединяем смотрим чтобы лицевая сторона была как положено лицевая к лицевой и у нас вот выходит из правой проходим сначала в одну бисерин очку справа здесь возвращаемся тоже заходим тоже в одну и здесь здесь теперь заходим в 2 можно даже в 3 вот так вот смотрим где у нас ниточка наша вот отсюда заходим сюда по параллельному ряду проходим вперед и проходим вперед туда куда мы хотим хоть на 5 бисерин хоть на сколько вперед я вообще делаю чтобы немножко было более тугое вот это вот наш ободочек я его вообще по кругу прохожу еще раз ниткой вот но мы уже если вы захотите вы это сделаете смотрите проходим мы еще раз вперед куда-нибудь давайте пройдем вот еще допустим бисерин на 4 5 выходим и вот здесь мы с обратной стороны делаем то как я вам показала закреплять ниточку мы вот здесь и подцепляемся под центральной нашей ниткой в рядочке так она смотрите чтобы это было из той вышла где вышла наша нитка вот здесь вот здесь она чтобы не перекосилась это будет некрасиво и завязываем узелочек так завязали потом мы можем пройти еще куда-нибудь допустим вот пройдем немножко вперед по этому ряду и здесь мы опять подходим под центральную нашу лесочку давайте вот так сделаем и под вот этой вот лесочкой мы завязываем наш последний узелочек то есть это наш пошли последний штрих нашей работе вот так под завязываем хорошенечко затягиваем ниточку обрезаем подпаливаем колечко выворачиваем так как нам надо его вывернуть ну и вот смотрите что у нас с вами получилось получилось немножко более как бы такой скромненькое колечко не такое может быть нарядное как это но но смотрите оно как будто бы ну такой нежненькое очень получилось вот ну а на этом все плетите с удовольствием пусть ваша работа доставляет вам радость всего вам доброго до свидания и